Доброе утро, братья и сестры! Доброе утро, дорогая церковь! Иисус Господь! Амин! И мы будем начинать наше богослужение. Бог на троне, и я весьма рад и благословлен. Я, знаете, я очень рад сегодняшним служением. Не знаю, как-то у меня вот такое... Со вторника просто я как лечу. Не знаю, почему. У меня вот как бы такое, просто я не знаю. Знаете, я столько откровений не получал давно, за неделю, знаете. Просто, что день, что, знаете, просто, просто, знаешь, я не знаю. Как-то после вторника у меня что-то я не знаю. Как-то вот, ну, Боже, помоги! Амин! На самом деле, Бог на троне, и Он здесь среди нас. Амин! Давайте просто будем призывать Его имя. Просто поднимем свои руки к небесам. Бог здесь среди нас. Мы будем благословлять Его имя. Да, мы будем благословлять имя Господне. Мы будем благословлять имя Господне. Бог здесь. Бог здесь. Халлилуйя! О, халлилуйя, Господь Иисус! Халлилуйя! О, халлилуйя Тебе, Господь! Халлилуйя Тебе! Господи Божий, мы благодарим Тебя, Аллилуйя Мы благодарим, 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 благодарим Тебя, Господь Иисус Превозносим имя Твое Превозносим Тебя Превозносим Тебя, Царь Царей Превозносим Тебя, Бог Богов Господи, да святится имя Твое, да придет Твое, Царство Да будет воля Твоя, Господь Бог Как на небе, так и на земле Да, Господь, мы молимся, Господь, о Твоей воле Не наше желание, не наше хотение, Господь Бог Не наше умозаключение, Господь Бог Но Твоя воля Но воля Твоя, Господь, да пребудет Воля Твоя, да пребудет Господь, я благодарю за то новое, Господь Которое Ты будешь сидеть в Своей церкви Я благодарю, Боже, за новый ветер Который Ты просто дуешь в Свою церковь За новое дуновение Святого Духа на церковь Господи Боже, спасибо Тебе Господь и Бог Мы поднимаем взор к небесам Господь, мы поднимаем глаза к небу Мы поднимаем глаза к Тебе, Господи Никто из тех, которые уповали на Тебя, Господь, не был в постижении Никто из тех, которые полагались на Тебя, Господь Божий Не был в унижении Никто из тех, которые, Боже, уповали на Тебя, Господь Бог Не был в проклятии Господи Бог, все, которые уповали на Тебя, они всегда встречали Тебя, они встречали ответ. Господи Божий, пусть Твоя церковь, пусть церковь Твоя, Господи, пусть каждый из нас, пусть каждый из нас, Господи Божий. Мы получаем ответы, Господи, на свои нужды, на свои молитвы. Пусть небеса будут открытыми, Господи Божий, над этой церковью. Пусть, Господь Бог, небо будет открыто над Твоим домом, Господь О, открытие небеса Открытие, открытие, Господь, мы провозглашаем, чтобы небо Небо, 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 небо открыто Небо открыто, небо открыто Небо открыто, небо открыто, Господь О, я провозглашаю, Господь, прямо сейчас я провозглашаю Господь прямо сейчас небо открыто и я высвобождаю Господь твое исцеление и я высвобождаю твое исцеление для тех, которые имеют болезнь прямо сейчас именем Иисуса Христа именем Иисуса мы провозглашаем о исцеление Божие исцеление Божие исцеление Божие происходит исцеление Божие исцеление Божие мы связываем всякий дух заболевания мы идем против всякой болезни против всякой болезни прямо сейчас во имя Иисуса Христа мы идем против всякой болезни против всякой болезни мы идем прямо сейчас ему утверждаем Господь Твое Господство Твое Божественное здоровье в наших телах в наших телах Я говорю божественное здоровье В жизни Твоей церкви Божественное здоровье, Господь В жизни каждого Во имя Иисуса Христа Боже, божественное здоровье Божественное здоровье Божественное здоровье Божественное здоровье Божественное здоровье Прямо сейчас Исцеление Божественное здоровье О, исцеление Божье исцеление Божье мы благодарим что есть жизнь в Боге мы благодарим, что есть жизнь во Христе Иисусе мы благодарим, что всякая болезнь любая болезнь Любая болезнь Какой бы ни был диагноз Приклонится Перед именем Иисуса Христа Отец Мы благословаем друг друга Мы благословаем это собрание Мы благословаем нашу поместную церковь Мы призываем кровь Христа на церковь Кровь Иисуса Кровь Иисуса Христа на церковь Господь спасибо тебе Мы благословаем город в котором мы живем И мы провозглашаем спасение Мы говорим спасение людей Дух Святой наполняй сердца людей Косни сердца людей Аллилуйя Аллилуйя Господь Амин Аллилуйя На самом деле Бог на троне Амин Иисус Господь Иисус Господь И я хочу чтобы мы с тобой провозглашили Что я имею победу во Христе Иисусе Говори об этом Я имею победу Во Христе Иисусе Я имею победу Во Христе Иисусе Извините Мы повторим Наверное ты не знаешь о чем ты говоришь Я просто Я просто чувствую Как небо открыто И ты можешь принять для себя то что ты хочешь получить Прими небо открыто уже сегодня Небо открыто вам говорю святый Я не знаю со вторника Я не знаю что происходит Но Бог Знаете Вы увидите то что будет происходит в церковь Вы увидите Со вторника Пошел домой Я пришел домой Я каждый день Просто Бог говорит Я говорю Боже спасибо тебе Церковь переходит в другой уровень Другую скорость Поэтому нам с вами нужно взяться И не позволь дьяволу обмануть тебя Не позволь дьяволу украсить тебя Это дух веры Поэтому повтори со мной Я имею победу Во Христе Иисусе Я имею победу Во Христе Иисусе Я имею победу Во Христе Иисусе Амин Амин Аллилуйя 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 Послушайте Дьявол лжец Дьявол лжец После того, как он начал молиться Пришло сына в моем сердце Знаете, ты имеешь божественное здоровье Ты имеешь от Бога здоровье Ты не умрешь Ты будешь жить и возвышать дела Господни Мы должны просто принять это Ходить в этом Ходи в божественном здоровье Ходи в этом Просто стой на основании Слова Божьего Есть Божье Слово Есть то, что Бог говорит И Библия говорит, Псалмак Что Бог послал Слово Своё И это Слово, которое было послано Оно исцелило их И оно избавило их от могил Дьявол хочет убить тебя Это его цель, вор И не дьявол приходит от того Чтобы украсть Убить И погубить Но я пришел, говорит Иисус Чтобы вы имели жизнь И вы имели с избытком Амин Избыток Это не только мы говорим Избыток, сразу мы говорим Финансов нет Если Иисус пришел Чтобы вы имели жизнь И избыток Это также здоровье Амин Это также твое здоровье Это избыток Зачем тебе миллиарды Если ты не можешь им пользоваться Кому они нужны Если ты миллиарды имеешь Ты постоянно Под капель не замерзишь Жизнь с избытком Это также Так же Твое здоровье И мое здоровье Амин Халилюя Слава Богу церковь Халилюя И мы сейчас вместе будем славить Нашего Господа Амин Вся слава неба и земли Поют тебе в смирении Достоин Достоин ты Вся жизнь моя у твоих ног Зывает Приди ко мне мой Бог Достоин Достоин Ты Слава Вся слава неба и земли Поют тебе в смирении Достоин Достоин Ты Вся жизнь моя у твоих ног Зывает Приди ко мне мой Бог Достоин Достоин Ты Вся слава Вся слава неба и земли Поют тебе в смирении Достоин Достоин Ты Вся жизнь моя у твоих ног Зывает Приди ко мне мой Бог Достоин 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 Вся слава Вся слава неба и земли Поют тебе в смирении Достоин 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 Вся жизнь моя у твоих ног Зывает Приди ко мне мой Бог Достоин 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 Ты Тебе поклоняюсь, тебе укроюсь я, Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе принадлежу всецелая. В Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе поклоняюсь, тебе укроюсь я, Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе принадлежу всецелая. В Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе поклоняюсь, тебе укроюсь я, Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе принадлежу всецелая. Только тебе принадлежу отец, Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе поклоняюсь, тебе укроюсь я, Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе принадлежу всецелая. Тебе вся слава, Тебе вся слава, Тебе вся жизнь моя, Тебе поклоняюсь, тебе укроюсь я. Тебе вся слава, Тебе я. Вся слава неба и земли Поют тебе смирений Достоин, достоин ты Вся жизнь моя у твоих ног Взывает, иди ко мне, мой Бог Достоин, достоин ты Вся слава неба и земли Поют тебе смирений Достоин, достоин ты Вся жизнь моя у твоих ног Взывает, иди ко мне, мой Бог Достоин, достоин ты Вся слава неба и земли Поют тебе смирений Достоин, достоин ты Вся жизнь моя у твоих ног Взывает, иди ко мне, мой Бог Достоин, достоин ты Достоин, достоин ты Лишь ты, достоин, достоин ты Лишь ты, один отец Достоин, достоин ты Вся славы Достоин, достоин ты Тебе вся слава Тебе вся жизнь моя Тебе принадлежу Все целая Тебе вся слава Тебе вся жизнь моя Теперь поклоняюсь Тебе украдусь я Тебе, Господь, украдусь я Несмотря на все мои проблемы Я знаю, куда идти, Отец Я знаю, где приют, Господь Где любовь твоя, Божия Я знаю, где ответ, Господь Где искать ответ Ответ всегда у тебя, Господь Мы благодарим тебя, Божия Благодарим тебя за всю эту неделю, Господь Благодарим тебя за все испытания Которые ты нам даешь Чтобы мы стали сильнее, Господь Ты хочешь, чтобы мы были сильнее, Господь Ты хочешь, чтобы твои дети были Дети Царя, Господь Спасибо тебе, Божие Лишь тебе одна вся слава, Господь Тебе вся честь, Божия Небо и земля поклоняются Одному Господу, Господь Это ты, Господь Это ты, Господь Мы лишь рабы твои, Божие Спасибо Тебе, Боже, за все За Твое присутствие, Господь Спасибо Тебе, Боже, за все, Отец Господь, за каждый момент Господь И за каждый момент в моей жизни, Боже Ты благ, Господь Спасибо Тебе, Отец Спасибо Тебе, Иисус. Господь, Ты здесь. Ты здесь своим Духом Святым. Наполняй нас, Господи Божий. Наполняй нас. Наполняй нас. Наполняй каждого. Господь, мы сосуды Твои. Мы Твои сосуды, Господи Божий. Мы хотим, чтобы мы были наполнен именно Тебою. Мы будем следить вам, Господи Божий. Господи Божий, мы жажем Тебя. Мы жажем Тебя, Иисус. Мы жажем Тебя, Дух Святой. Мы жажем Тебя, драгоценный Дух Святой. Наполняй нас Наполняй Дух Святой Наполняй нас О Дух Святой Наполняй свою Церковь Наполняй каждого Наполняй каждого Пусть реальность Бога Пусть реальность твоего присутствия Боже, будет ощутима для каждого Господи, мы возвеличиваем тебя Мы возвеличиваем тебя О, достоин ты, Господь Вся жизнь моя у твоих ног взрывает Ты ко мне, мой Бог, достоин, достоин ты Вся жизнь моя у твоих ног взрывает Ты ко мне, мой Бог, достоин, достоин ты Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Со слава неба и земли Твою тебе смирение достоин Наполняй нас, Дух Святой Наполняй, наполняй свою церковь, Дух Святой О, раба шеке, броду, гобололосорья Твою тебе ко мне, мой Бог, достоин, достоин ты Вся слава неба и земли Твою тебе смирение достоин, достоин ты Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Слежь весьма я у твоих ног взрывает Иди ко мне, мой Бог, достоин, достоин ты Достоин, достоин ты Да, Господь, ты достойный И вся наша жизнь Пре тобой, Господь Жизнь моя, дыхание моё, Господь Пре тобой И точно так же, Господь Бог Для каждого из нас на этом месте Мы отдаёмся тебе, Господи Мы исповедуемся, Боже В твоих грехах Мы просим, Господь Бог Прости каждый из нас грех Амой нас и очиси нас в своей крови Господи Божи Стань, Господь, в нашем жизни В каждой сфере, в нашем жизни Мы отдаёмся тебе, Господь Аллилуйя В имя Иисуса Христа Amen Дайте Богу большую славу Аллилуйя 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 Он достойный славы Бог прекрасен Бог чудесен И Он здесь среди нас Амин Амин Еще раз дайте Богу большую славу Прославление, спасибо большое И Богу славу за наше прославление За молодёжь, спасибо большое Спасибо Пусть Бог вас благословит Амин Амин Слава Богу Бог благо Иисус Господь И Он среди нас И на самом деле Братья и сёстры Я очень рад Приветствовать вас В Доме Божьем И просто хочу сказать вам Что на самом деле Во вторник У нас здесь было Молитвенное собрание Молитвенное собрание И во время этого собрания Пендер Которое И Бог просто Многие вещи Просто говорил По тот день Как это было Пособие По поводу нашей церкви И Господь И Господь Он nous a partagé Боكу Де choses Нужно Де choses По rapport Де choses Которое Амин И Поэтому Я просто хочу сказать Что Время Когда Начина Бетом Сон Делиться Я просто хочу сказать Что мы должны быть готовы К тому Что Бог Будет совершать В церкви Значить Это в нас Если Он будет В церкви Значить В нас И также Через церкви Значить Через нас Амин Слава Богу Глоire Делиться Словом Сейчас С вами И Название Священной Проповеди Так Говорит Господь Так Говорит Господь И Делясь Этим Словом Я Хочу Поговорить О нашей Церкви О Видении Потому Что Бог Будет Вести Нас Нужно Чтобы Немножко Мы Опять Вернулись К своим Базам Если так Можно Говорить И Чтобы Немножко Увидеть Что у нас Есть Что для Нас Есть И Уже Быть Собраны Быть Готовы И Пойти Дальше С Богом Поэтому Я буду Делиться По поводу Видения Церкви Видение Это Очень Важный Фактор В жизни Любой Церкви Она Отражает Суть Нашей Детельности Потому Что Мы Церковь Христа Мы Не Единственная Церковь Христа Мы Не Единственная Христа Хотя Мы Все Являемся Церквями Но Иногда Видение Некоторые Мелкие Детали Могут Отличаться От Церкви Церкви Некоторые Детали Но Основная Цель Это Проповедь Евангелия Аминь. Поэтому, говоря о церкви, вот почему мы говорим о церкви, когда я молился об этом, когда я поняла, что я поняла, что я буду начать церковь, я поняла, что я начинала церковь, и я просил Бога слово, и я просил Богу слово, я проведу время в молитве, и я прялся в бестах, и в ежене, и, конечно, я прерывал в слово, и, конечно, я был в молитве. И я прялся, и я просил Бога. Да, церковь? Да, церковь, но что у меня есть? Мне нужна слово. Я просто не могу не пойти. Что у меня есть? Я нужен для голоса я могу разобраться в моем сердце, И те, кто меня больше знают, понимают, что я редко говорю «Бог мне сказал». Хотя я говорю об этом, когда нужно, я говорю об этом. Но здесь именно «Бог мне сказал». Из тех, когда я говорю об этом, «Бог мне сказал». И он дал мне местописание. Известное местописание. Матфея 16 глава. Мы все знаем об этом, когда Иисус разговаривал с учениками своими. И мы с вами можем прочитать 13 сих. Я только на русском прочитаю. И главный сих, потом повторяю на французском языке. А со мной я просто на русском прочитаю из-за времени. Пришедший же в стране кесаря Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого почитают меня сына человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а ини за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за меня. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Иоанни, потому что не плод и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеть ее. Амин. И так, тот стих, который Бог, просто вел меня к этому стиху, это стих 18, где написано, и я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеть ее. И летос, что Господь мне дам, это летос 18, летос 18, летос 18, и на этом камне я басту свою церковь, и на этом камне я басту свою церковь. Амин. 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 И так. И вот. Иисус говорил с учениками своими. И он спрашивает у них, за кого меня люди почитают? И они сказали разные версии. И Петр сказал, ты Сын Божий. Иисус говорит, я, я говорю тебе, Петр, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою. И ну ты и dis, что ты лишь έ entity Beiр, и на этой камне я басту свою церковь. Как наверное Иисус говорит здесь, это камня именно откровения о том, что Иисус Сын Божий. И англобная дочка, это представление deceive. Иисус говорит. Иrid церковь, именно понимание. Это touchdownно, это не плотный кровь открываю, и�만, летос, и slетка, и все это, потому что никак überhaupt этоomb придется. И это светл meinemına. И calf skirtsу сказал. Это означает, что мы не можем объяснить ниже, это должна быть нешелась, что я был, что я был, что я был. Мы понимаем, что Пётр, кто это? Он еврей. Он сказал, что His самый был, что он был. Он был в Боге. Он не мог говорить. Мы знаем, что Пётр, это был учитыватель. Он был виноват в Боге. Это означает, что он был igual. Он не мог бы так назвать, как я был. Пётр был виноват. И Бог говорит. И вот именно на этом откровении, которое ты имеешь, или же на этом понимании моей личности, которое ты имеешь, я создам церковь. Я создам церковь именно на откровении. Церковь не строится просто на знаниях. Церковь не строится на дружбе. Церковь не строится просто, потому что, знаете, будем собираться, ну классно, давайте церковь начнем. Нет, церковь строится на откровении, которую ты или я, мы имеем от Бога. И то, что я получил здесь, это то, что Иисус создаст церковь, и врата ада эту церковь не одолеют. Я уже был радостным, потому что я понял, что не мне создавать церковь, но Иисус будет создавать церковь. Аминь. Это то, что я получил. Я создам церковь мою. Это не моя церковь, как преск. Это не моя церковь, как преск. Это его церковь. Это его церковь. Это его церковь. Это его церковь. И в этом стихе так же мы понимаем прекрасно говорить, я сэсам церковь, но врата ада не одолеют. Врата ада будут питаться, но они не смогут одолеют. И он говорит, что я буду бать свою Египет на путь, на проживание. Другими словами? Это означает, что они будут пытаться, но они не будут преградывать. Аминь! Потому что другими словами, они будут не проживаться, они будут атаковать, но заранее я уже имею понимание, даже в начале церкви, что будут не проживаться, но мы не упадем. И я уже знаю, что он говорит, что у них будут пытаться, у них будут атаковать. Я уже знаю, что мы не будем проживаться. Аминь! Это был первый стих, который я получил от Бога. Это был первый стих, который я получил от Бога. И я продолжал молиться об этом. И у меня было слово, также в моем сердце. И я говорил с моим пастером Александром. О том, что в моем сердце есть. Я с ним говорил. И однажды, после разговора с ним, вечером, Бог дал мне это слово. Второе. Это Диание апостолов 18 главу. Диание апостолов 18 глава. Это длинная история. Это очень много историй, но я буду читать только 9-15. Господи, я видел, что Павло сказал, не буйтесь, но говорите и не умайте. Аминь, вот два местописания, которые я получил в начале нашей церкви, и получив это, я сразу не побежал, я просто промалывал это, я молился об этом, я постился, и я искал Божье водительство, и я recherchал la direction du Seigneur. Когда надо начать? Когда надо начать? Как начать? Как начать? Что первое? Что я должен вставить в первую очередь? И мало, мало, просто Бог начал вкладывать в мою сердце, что я должен вставить в мою сердце, как я должен вставить в церкви. Как я должен вставить в церкви? Аминь. 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 Поэтому, видение или направление для нашей церкви, я получил от Бога. Я получил от Бога. Мы не дочерни церковь, которая имела базовую церковь, потом родили эту церковь, и у вас сразу видение той церкви базовой нет. Мы не знаем, что Бог положил в мою сердце. Мы именно этим будем идти. И мы будем идти в мою сердце. И видение церкви получает пастор. Я получил видение церкви. И я получил видение церкви. Соответственно, люди, которые рядом, им нужно, если они хотят быть рядом, поддержать видение. Видение ясно, открыто, ничего не спрятано. Она четко. Аминь. Поэтому мы, как церковь, все, что мы делаем, так или иначе, мы находимся в этом видении. Мы находимся в этом видении. И в Диане апостолов, в этих стихах, которые я только прочел вами, в этом библии. Конечно, для того, чтобы понимать, нужно читать 15 главах, 16, и потом 17 главах. Чтобы понимать, что у апостолов, у Павла были серьезные проблемы, но и в Евангелии. И для того, чтобы понять, много силу, он высаживает Богу, в Евангелии, и он написан Меряне Горинф. И написан Схон приехал в Коринфе. Он написан из Коринф. Это глава, вы знали, behold, это глава. И это глава. И это глава, в Евангелии. что павелом оставел в Коринфе. И он дает〜 и moralно. И он уже был, в Коринфе. И написано там, что он начал работать, он там нашел Акилу и Прискил, которые там жили, и он с ними работал, потом он проповедовал в синагоге немножко, но даже в синагогах проповедуя, он не очень открыт говорил о христиан. И он сказал, что он делал что-то, он нашел Прискил и Акил, он начал работать, он начал проводить в правилах в синагогах, но даже не повторяйте, он не сказал в принципе о христианах. И он говорит, что когда Прискил из Македонии, он не с ними работал, что Павел не стремился в путь, так как он говорит, что говорит Иисус Христиан. И конечно же, они не понимали, что им это не понравилось, потому что как это говорит, что Иисус не говорит, то есть им это не показали их религиозные убеждения. И из-за этого, скорее всего, апостол Павел начал опасаться, потому что уже были случаи до этого, что было не очень хорошо с ним, обходили. И Бог приходит к нему, видение, и говорит ему эти слова, и ему дают эти слова, как для нашей церкви. Поэтому первое, там четыре пункта, которые я подчеркнула. Когда мы читаем, написано здесь, не бойся, но говори и не умалкай, ибо я с тобой, и никто не знает тебе зла, потому что у меня в этом городе много людей. И как он написал здесь, не кривься, но говори и не тяну, потому что я с тобой, и никто не знает тебе зла, и никто не знает тебе зла. И никто не знает тебе зла, и я не умалкайся. Итак, первый пункт. Не бойся. Это то, что Бог говорит в моем сердце, и что церкви нет. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Потому что очень часто, как мы с вами уже будете верующими, нам кажется, что в Библии чаще всего написано там, что любите друг друга, или же не греши, не делай то, не делай другое. Но на самом деле, самое такое словосочетание, которое больше всего встречается в Библии, это именно словосочетание «не бойся». В разных формах. И что они читали, что это 365 раз. И что они читали, что это 365 раз. Именно богословы. То есть, фактически на каждый день. Аминь. Аминь. То есть, на каждый день, не бойся. То есть, Бог уже предусмотрел для тебя, на каждый день, не бойся. И, на каждый день. Потому что страх. Потому что страх. Потому что страх. Это что-то ужасное. Потому что страх вошел в человека. Потому что страх. Потому что страх. Это начало с Демска-Вассад. И это начало с Демска-Вассад. Как только человек грешил. И когда Бог пришел, и когда Бог пришел, и когда Бог сказал, Адам, где ты? И он говорит, я голос твой услышал, поэтому и я спрятался. Они уже побоялись, страх уже вошел в них. Страх это ужасная вещь. Страх это ужасно. Поэтому Бог, давай мне слово у церкви, он говорит сначала, не бойся. Потому что мы можем думать, что это церковь, это церковь, это церковь, это церковь, это церковь, это церковь. Потому что нужно, чтобы я могла иметь веру. Страх это также вера. Только с негативным оттенком. Страх, это также вера. В Библии мы встречаем такое выражение. Когда Иисус говорил к сотнику. Как ты вернулся, так и будет тебе. Как ты вернулся, так и будет тебе. Другими словами, если у тебя вера была отрицательна, то если ты вернулся, так и будет тебе по твоей вере. Но по-моему, так и ситуация, когда Петр увидел Иисус, идущи в Паваде. И Петр сказал Иисусу, Иисус сказал Иди. И написано, что он начал Иди. Он начал Иди. Он начал Иди. Но когда потом он начал Иди, он не вернулся. Но когда он начал Иди, он не вернулся. И этот веру, который у него был. И эта вера была вновь, он начал Иди. И он начал Иди. И он начал Иди. И он начал Иди. То есть, у страха, есть, сила, паглатит твою веру. А на force дон вважь твоя веру. Он шел уже по-ваде. И он начал Иди. Он уже по-ваде. Это было для меня так же. Это очень важно для меня так же. Прежде чем начать в церковь. Чтобы я понимал, что буря будут. И что я понимал, что буря будут. Ветры поднимутся. Ветры будут разные ситуации. Но я не должен бояться. Но я не должен бояться. Поэтому Бог давал мне уже слово от начала. Вот почему Иисус сказал. Хотел сказать. Чтобы я не боялся. И что ты не будешь не бояться. Но я так же вам, теперь давая это слово сегодня. Передавая вам в видение церкви. И когда я вам трансметь на видение церкви. Знаете, то, что я получил. Это было моим. Теперь я передаю вам. Это ваше теперь. И вы тоже не должны бояться. И как церковь, мы не должны бояться. Будут разные ситуации. Разные испытания. Все будет. Но Бог говорит, не боитесь. Но Господь говорила, не боитесь. Не боитесь. Не боитесь. Не боитесь. Не боитесь. Мы также помним с вами, ситуации когда начали к синагоге. И мы mêmes расцветит когда льда была преследовала. Еслиamentos, когда ф breasts были готовыми, вы помните эту ситуацию? Это уходит женщина, которая страдала кровотечением, что он у нее с Крестом изменился, и он был antidoteем в начальник синагоге, и пока женщина говорила, вы представляете ли ситуацию когда женщина, который был в пірку, появился, которая в ухода к соседу, а, который яadtал в первую сторону, когда женщина была в шест, он начал говорить с этой женщине. И пока он говорил, Джентль выпустили люди от него, Иисус говорит, что уже не без своего учителя, она уже умерла. Иисус в это время разговаривал с женщиной. И параллельно, приходят и говорят начальнику синагоги. Что? Дочь уже закончила, она уже умерла. Иисус говорит, что уже закончилась, она уже умерла. Иисус говорит, что уже начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Амин. Потому что он знал, что если начальник синагоги примет это слово, и страх в нем войдет, то никакого чуда не будет. Поэтому Иисус с мужчиной % не позволит, не бойся. Иисус говорит, что еще не надоcap konuşать, только веруй. Иисус говорит, что я знаю теперь. Только веруй. И я хочу тебе сказать. Ты должен верить. Но ты должен верить. И я должен верить. И мне нужно верить. Мы должны верить. Мы прошли немало. Мы прошли немало. Мы прошли нам все остальное. Мы не говорили по-нуш Det заметно. Они уехали. Три месяца не будет. Три месяца уже не будет. Си месяца? Ctrl-код не будет. philosophический. Мы Cheng, который будет жить и дальше. Они пришли у вас, свои семьи. им и продолжjo Spaone Amen потому что единственные человекы это неester yer what the Seõ olive с чем это говорит всеいて Бог�üz Бог продавит Его продолж�т Бог продолж�т И с Богдан ваших во мне и с Ещё Aaah и с её в제� przygot Бог продолжит Он не Earl He忽 first это его церковь и продолжит потому что possessions это your book Амин 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 Итак И вот, есть такая история в Библии, очень хорошая, Закария и Элизабет, это Евангелие В Евангелие И когда он увидел ангел, он говорит, что он испугался. И он говорит, что он испугался. Посмотрите, в 12 стихе. Захария увидел его, то есть ангел, он смутился и страх на пале на него. И он говорит, что Захарий футболе, и он увидел его, и его фрайер сомпара от него. В 13 стихе, посмотрите внимательно. В 13 стихе, ангел сказал ему, не бойся, Захарий. Не крайся, Захарий. И ты слышишь на молитве твоя. И жена твоя, Элизабет, и говорит тебе, сына и нарисов, ему имя Иоанн. Я лично не думаю, я лично не думаю, что это не что в Иоанн, в Иоанн, что он не слышит, в Иоанн, что он получил, он не слышит, не крайся, я не верю. Я не верю. В Иоанн увидел ситуацию, он увидел ситуацию, Он сказал, что твоя цель была услышана. И у тебя есть ребенок. И когда он увидел, что он был троган, что его брата, который был темпором от него. И он говорит, что он был умер. Не боюсь. Не боюсь. Не боюсь. Иногда мы получаем что-то не потому что Бог нам не сказал. Нет, Бог сказал. Но параллельно с этим, есть у нас страх. И страх настолько сильный, что он поглощает даже то слово, которое Бог нам дал. Мы не сделали это. Поэтому Бог говорит. Он говорит. Он говорит. Он говорит. Он говорит. Гавриил сказал, что «Девят верить муж имени Иосиф и дома, дальше». Его сказали «Радуйся благодать, не я Господь с тобой», дальше. И сказал ей ангел Что опять? И л'анже l'a dit encore Не па-пыр Бог говорит не бойся Церковь слово жизни Бог говорит нам Не бойтесь Не боитесь. И лично тебе говорили от Бога, не боитесь. И я тебе говорю лично, не боитесь. Не боитесь. Не боитесь. И на письме. В Библии говорит нам, римлянам 8, 15. В Библии мы говорим, в Римлянам 8, 15. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Вы не приняли духа рабства. Мы не приняли духа рабства. И 2 Тимопфей, 1, 7. Написано. Ибо вы приняли духа небоязный, но сильный, любви и целомудрый. Когда это не письме духа небоязный, но не письме духа небоязный. Вы не приняли духа рабства. То есть, в начале церкви Бог уже готовил меня уже, чтобы я не боялся и не страшился. Все, что будет прескалить в церкви, вне церкви, вокруг церкви, около церкви, в следующей церкви. И в начале церкви, в Сене-церкви, в Сене-церкви. Если я не помню, не письме, не нужно так. Я могу переживать. Когда есть ситуация с таким образом, когда ты так вот изменил, ты не понимаешь и так далее. Я возвращаюсь к этому слову. Бог говорит, не боися. И я не буду бояться. Бог, у тебя есть выход. Ты знаешь, как нас живешь. Ты знаешь, как помочь. Ты знаешь, как вернуть себя норму. Бог знает все. Были разные ситуации. Ситуации были разные. Я знаю, что я призван Богом. Я знаю, что Бог мне сказал. До тех пор, пока я буду держаться тем, что Бог мне сказал. Я могу стоять, независимо от того, что люди будут говорить. Но если я уйду не туда, то, конечно, но если я не хочу, чтобы я не буду держаться с Богом, пока я буду держаться тем, что я могу держаться с Богом. Господь меня будет сохранять. Аминь. Поэтому, ситуация разная, я не боюсь. Вот почему, если есть разные ситуации, я не боюсь. Я не боюсь. Разговоры разные были. Ситуации разная. Дополнительные ситуации. Я не боюсь. Я знаю, что я с Богом. Я знаю, как я сижу Богом. Я знаю, как я сижу Богом. Если я ошибаюсь, я знаю, что я ошибаюсь. Искренне ошибаюсь. Если я ошибаюсь, я ошибаюсь. Так что я не боюсь. Так что я не боюсь. Аминь. 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 И когда мы говорим, ко мне говорим, к нам говорит, что zich worked lent, притя при жизни, в нас это будет мощность. Ты certa Commissioner, ты не говоришь. Есть много причин, которые могут помещать им이랑, я цyну говорить. Есть внешне факты. Есть внутренне факты. есть внутренний фактор, и есть фактор интерьер. Возьмем внутренний фактор, некоторые, которые я для себя почеркнул. Потому что мы должны понимать, видение церкви, слово, которое я имел для церкви, чтобы каждый из вас взял это слово, он впитал это слово. Если мы в этой церкви, если мы частью этой церкви, мы не можем жить другим видением. Если мы частью этой церкви, мы не можем жить другим видением. Мы можем жить другим видением. Аминь. Аминь. Конечно, ты имеешь в видении твоей церкви, твоей церкви, твоей церкви. Конечно, ты имеешь в видении твоей церкви, твоей церкви, но я не говорю про это, я говорю про это, я говорю про твоей церкви, твоей церкви. Есть факторы, которые мешают людям говорили, есть факторы, которые делают, которые не могут говорить, они не испечутать. Есть факторы, которые особо говорят, Я хочу говорить о внутренней раны. Также здесь написано такое слово «тамление духа или сердце». И здесь я написал также «экрики не искали внутренней раны». И третье написано, что много написано, что страх. И третье написано, что я написано «потор». Посмотрите, не искали внутренней раны. Смотрите, у человека начинает фокусироваться только на них, все у него вращается вокруг эти краны, и у него нет ни времени, ни дерзновения. Если я уже с Богом имею эти краны, как я смогу помочь другому человеку? Большая ошибка. Большая ошибка в том, что ты думаешь, что ты не можешь помочь, и ты правильно думаешь. Потому что не ты поможешь, а Иисус поможет. Потому что это не ты, а Иисус поможет. Ты говоришь. Ты работаешь, это только говорить. Потому что мы не понимаем эти краны. Мы думаем, что если у меня есть какие-то болезни, какие-то внутренние неурядины, какие-то трудности, то как я могу другому человеку проповедовать, если я сам еще не до конца исселился? Это не твоя проблема, исселяет Иисус Христос. И когда у тебя есть еще какие-то болезни, какие-то проблемы, ты скажешь, как я не могу еще говорить, что я не могу говорить о Иисус. Ты о чем ты думаешьKA уже давно возможно? И ты не получилось ответить, возможно? и да, ты не получаешь ответ. И даже если ты не получаешь 데려 вас, потому что у тебя была надежда. Вначале была сильная надежда. Один сильная надежда. Если получить Потер Jasmine, И ты, раз не получается, еще ответа нету. Твоя надежда, скажи в нем, ну как, гаснет. И, вначале, ты не получаешь ответы, и ты не получаешь ответы, и ты не получаешь ответы. И каждый раз гаснет. И, каждый день, это гаснет. И чем больше твоя надежда гаснет, чем твое сердце также уходит в тупик. И, ты теперь думаешь, что говорит, если я сам тупик, я хочу сколько времени. Он не помогает. И тебе, да, я стигна становиться, говорит, потому что тебе спросить, а твою, 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 а твою. Ты даже не должен быть хитрызм, чтобы Вы не говорили о том, что ты не говорили о том, что ты не говорили в Христе. Аминь! 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 Вы не думаете, что ты говоришь в Христе. Иисус помогает в независимости от тебя. Ты должен, твое дело, мы призваны, мы призваны говорить людям слово, мы призваны делиться, мы призваны молиться, исцеляет Иисус Христос, освобождает Иисус Христос, помогает Иисус Христос. Мы призваны говорить. Мы призваны говорить, мы с тобой призваны. все остальное это Бог делает не жди когда у тебя будут все вопросы решены это ложь от дьявола еще больше скажу тебе что бы так было что бы не было никаких проблем так тоже не будет это значит что не проповедовать это значит что не проповедовать мы должны проповедовать это воля Божья это воля Божья Бог хочет Amen Бог хочет чтобы мы проповедуем поэтому Бог говорит не умолкайте говорите и Господь хочет что мы привезли вот почему Он говорит пароль de vie Иглзе, пароль de vie не вы не реставшись не распоряжите чтобы препятствовать слово присчать присчать слово а то есть я не говорю это хорошо есть премия яase по addition я не буду молиться за все вы говорите что там кто-то болезает поэтому что это у меня сейчас у меня молиться я не хотел как я могу мне молиться я не хочу пройти для людей когда я у тебя мальчик tyckerи я не был гостин Я хочу пройить для других. А то чего ты говорила? У меня нет своего дома, но я не люблю своих дома. Это как носенс. Я не хочу пройить для других, чтобы не пройти для других. Это не носен. Это как я даю? Это я, который даю свои дома. Ты призываешь, а попросил разговаривать. Ты призываешь, что Бог говорит. Ты вызвала агизировать что Господь говорит. Вы Господи вы можете поблагать им в とкульцах? Вы не видели, не предупредка кто говорит на имел, кто индустрирует свой глаза. Впрочем ли он, что говорит на имел глаза? У нас живёт Боже мой! Благодаря Богу! Вы не понимаете, что он говорит, что Бог должен говорить. Он делает только то, что Господь сказал. Аминь. И ты и я. И ты, я, я тебя добьюсь. И ты и я задал этого человека. Ты не должен не говорить. Говори. Повторяю. И я принял свой таблеток. И я принял свой фактор экзамен. Я принял свой таблеток. Я принял свою таблетку. Я принял свою позицию в сообществе. Ты должен работать. Я не знаю, мнение людей, страх будет адвергнутым, то есть людьми которые вокруг тебя, не полноценность, есть внешние факторы, есть факторы externes. Я же начальник на работе, я там работаю, они знают, что я верующий, скажут, что я сектант, но нет. У твоей веры ты вот так говоришь, как бы не поймешь, ты верующий или верующий. У христианина, слушайте, церковь своего жизни. Если ты в этой церкви, ты должен быть явным верующим. Ты должен быть явным верующим. Аминь. Ты должен быть явным верующим. Не возможно верующим. Нет, ты верующий или ты не верующий. У ты христиан, у ты не христиан, это должен быть верующим. Аминь. Аминь. Кого ты боишься? Ты а пыр деки? Ты можешь мне сказать, что я свободу веру и справедливо. То есть, уважай, извините, кого ты боишься? Бен и мы живем в стране, в котором ты свободен, с демиду их козлови, ты боишься? Не боишься? Ты не боишься? Не боишься, кто ты. И другие, люди, которые не боишься. Не боишься. Они боишься. Не боишься. и они заимкнуты на работу. Вы говорите, что вы говорите? Вы говорите, что вы говорите? Это не так! Вы говорите, что вы говорите? Нет, 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 не я просто. Я заимкнулся. У вас есть друзья там? Я приезжаю домой и я в этом всегда. Послушай, что ты думаешь? Ты смотришь со мной. Ты смотришь со мной. Господи. Он говорит на то, что я не знаю. И у вас будет дождаться, что я не знаю, кто послалит меня в этом мире. И я тоже послалит меня в этом мире. И я тоже послалит меня в этом мире. Аминь. Не бойся. Не крайся. Говори. Не бойся. Говори. Не бойся. Не бойся. Твои друзья, окружения или какого-то давления. Не бойся. Все экзерны. Тебе не нужно быть тайным учеником. Ты не должен быть в этом мире. В Библии есть такое. Иосиф из Аримафея. Один из тайник. Извините. Его позиция, его положение в общество было таковым. Но когда это случилось, он пришел сказать, что я был с ним. Ты не можешь сказать, что в Библии есть такой человек, который был с ним в секретом. Нет. Его позиция была таковым. Но когда это произошло, он пришел и сказал, что он открыт. Аминь. Аминь. Ты христианин. Ты христианин. Ты христианин. Ты христианин. Ты христианин. Извините. Без всякого. Мне нравится мусульман. Вы знаете, я не люблю мусульман��. Они говорят. Они утверждают. Это уберут. Они говорят. Они знают, кто они. Даже на работе. Они знают, что в 직новущей жизни я дала себя. Они огрاذили. Они утвердят. Они не уберутся. Мы, крестьян, мы не понимаем, кто я. Ты везешь, я с вами. Ты увидишь, где-то с другими людьми. И в разговоре. Привет, брат. Привет, брат. Он не говорит, пастор. Он говорит, что пастор избегает. Он говорит, что пастор. Потому что я пастор. Как ты веришь? Ты говоришь, что пастор, это один. В секунде, я говорю, что пастор. В секунде, я понял. Почему ты с хантом? Он говорит, что пастор. И в селе, где-то говорит, что пастор. Как дам! Почему я тебя доню, мне? Амин! Амин! Это мы с вами. Это наш жюз. Я не верю. Вы знаете, это наша жизнь. Я не хочу понять. Я этого говорить. И почему я говорю. И когда мы говорим о говорить. Мы았습니다 очень привыкли. Когда мы говорим о Евангелии. Когда мы говорим о Евангелии. « Парли» означает «парли». Я говорила «человек». У него нет реальных, который говорит. У него есть «каколебание». У него есть «как». У него нет. У него нет. Амин! Нужно говорить. Мне нравится Спиржен. Вы знаете, я люблю Спиржен. Это богослов, английский богослов. Это 19 века. Он называется Charles Gadeon Спиржен. И его называют пастыр-пастыров. Он называется пастыр-пастыров. Он называется пастыр-пастыр потому что это один из больших учеников. Он говорит, что славан. Он говорит, что 24 часа славан. Он говорит, что я приведу 24 часа каждый день. Иногда с словами. Амин! Он говорит, я проповедую 24 часа в сутки. Иногда словами. И когда Библия говорит, говори слово не умолкай. Я также беру в том, что нам нужно говорить. Но не всегда говорить означает меконские колебания. Твоя жизнь громче и больше говорит чем славан. Он говорит, что он говорит. Он говорит. Он говорит, что твои поступки о тебе говорят. Твое поведение о тебе говорит. Тон comportement говорит о тебе. Все говорит о тебе. Все говорит о тебе. Все говорит о тебе. А я буду молчать, я не буду ничего говорить. Молчание это тоже разговор. Но в том, что ты тебя тянулся, это тоже разговор. Даже мы с женой дом. Мы с женой дом. Даже мы с женой дом. Иногда. Они так не говорили. И как это, они не говорили. Они не говорили. Но в том, что они не говорили. Ладно, хорошо. У вас там. У вас там? Простите. Я неomycен. Я fingеum не читать. Какая история? Это в другую церкви. Это в другую других церкви. Это в другую церкви. Хотя идет в другую церckи. Этоằcht дочторон. Простите. Я не говорю. Даже Бог даже Бог когда молчит. Своим молчанием, он что-то нам говорит. Мы только нужно научиться это расслабить, что он нам говорит. Молчание Бога, о чем ты говоришь. Если ты не веришь, мы все родители. Иногда ребенок делает что-то, ты молчишь. Но твоим молчанием. Ты ему что-то говоришь. Аминь. Простите, я пиал. Excusez-moi, я еще не трампал. Не по-аду, это не по-аду. Это не по-аду, это не по-аду. Молчанием, иногда мы говорим больше. Молчанием, иногда мы говорим больше. Ну так как? Даже молчанием, ты говоришь? Но даже молчанием, ты говоришь? Тогда не забудьте, это мой разговор. Когда ты молчишь, он будет христианским. Но ты молчишь. Но ты молчишь. Но ты молчишь. Это декольте, говорит кто ты. Тон декольте, говорит кто ты. Простите, не про нас. Excusez-moi, это не по-аду, это не по-другому. Понял, что я тут делаю, кстати. Я понял, что я делаю здесь? Я не по-аду. Я не по-аду. Законишь на Facebook у молодежи. Ты rentаешь на Facebook у молодежи. О, Господи Боже. О, Господи Боже. Ты понимаешь, они идут на показ мод, и показ мод, и у кого больше мускулы, у кого больше трисекс, и все, все, и трисекс, и все, и все, и все. Понимаешь? Он стоит и так, и так. Он трусак. Что? Что? О, ты думаешь dat он начался на показ мод. Ты видишь, он смотрит ли там, он выглядит в макуру, и он говорит, что это не понимает. Ты не понимаешь, что он хочет показать? Я видел, как ты вопрос. Я видел это. Вы не понимаете. Позволь вы не понимаете. В этом всёме объясняет. Как вы его думаете, тогда вы посмотрите, как вы фотографируете. Какой язык? Что вы хотите сказать? Даже молчание говорит. Поэтому церковь слова жизни. Вы должны знать одно. Ты, слово жизни. Ты, слово жизни. Ты, слово жизни. Ты, слово жизни. Весь где ты находишься. Твое поведение. Твое поведение. Говорит о твоей церкви. Говорит о том учебе, о твоей церкви есть. Говорит о твоем Боге. Теперь вопрос. Что бы ты хотел, чтобы вы думали о твоем Боге? Как бы ты хотел, чтобы вы думали о твоем Боге? Тогда представь людям этого Бога. Говори и не умалкаи. Парль и не утащися. Говори и не умалкаи. Парль и не утащися. В виде фотографии, конечно, мы с вами больше решили о съёмках. Бон, в фотографии, что я заметил, это очень много с сёёё. Кроме этих братьев, которые были стороной. А партнер, а партнер, а партнер, которые были с этой стороны. Аминь. 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 Бог говорит даже когда молчит. Леще говоря, даже когда молчит. И люди говорят, Я молюсь, Бог не отвечает. Что Бог молчит. Парфой, люди говорят, что я прие, и Леще не молчит. Почему Он молчит? Тогда, наверное, подумай. В его молчане, он тебе что-то говорит. Это просто не то. В его молчане, он тебе что-то говорит. Если ты будешь в него, ты понимаешь, что я не хочу сказать. Поэтому Бог всегда говорит, когда Он тебе говорит Слово, даже когда Он тебе Слово не говорит, Он тебе всегда говорит что-то. Амин. Я с тобою, и никто не зря тебе зла. Послушайте, церковь. Это то обитование, которое меня сильно вдохновляет. Это то, что я получаю, и это то, что я получаю. Я с тобою, и я с тобою, и я с тобою, и никто не зря тебе зла. Никто, и никто. Поэтому я могу перед вами стоять здесь. Я знаю, в Боге моем, что никто мне зло не сделает. На мере не будут. И люди могут иметь какие-то intentions. Как они хотят думать. Как они хотят, они могут подумать, они могут пытаться. И они могут пытаться. И они могут пытаться, они могут пытаться. Но самое интересное, что я не могу ничего говорить о Боге. Это то, что мы видим. Это то, что мы видим. Если ты примешь это так же в твоей жизни. И если ты рествуешь это так же в твоей жизни. Ты можешь понимать. Ты можешь понимать. Что никто. 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 В этом никто. Все есть. Никто. 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 Аминь. В втором репосте. Бог дал нам пророческое слово, за 5 лет было много разных вещей, люди говорили, разные ситуации, было слово от Бога, если люди не покажутся, Бог возьмет за каждого, кто пришел против церкви, против меня, это все во вторник, пророческое слово, и я стою на этом, и я не боюсь ничего, и я не боюсь, и я не боюсь, вы знаете почему? Вы знаете почему? Потому что до тех пор, пока я буду оставаться в этом видении, это слово будет работать на мою жизнь, на жизнь в церкви, это слово будет работать на мою жизнь, на жизнь в церкви, ты должен знать одну, будут вооружаться против тебя, но не смогут одолеть тебя, и не будут никогда тебя влезать. Те неприятели или враги, которые ты видел, которые были против тебя, ты их больше не увидишь, что Бог нам сказал во вторник. Я стою на этом слове, потому что ты говорил, васべて, в престола будет работать на мою жизнь. Я не защитник церкви, я не барон на мою жизнь, я не защитник церкви, Нет, у Бога есть свои ангелы, которые этим занимаются. Я просто служитель. И Бог будет заботиться о церкви своей. Мы должны быть очень внимательными. Когда ты принимаешь это слово в своей жизни, ты также можешь стать и сказать, я знаю, что никакое орудие направлено против меня не будет успешным. И всякий язык, который будет обвинять, Бог, ты обвинишь. Я стою на слове Божьем. Ты тоже стой на слове Божьем. Стой на этом и не бойся ничего никого. Тебе зла никто не сделает. У тебя Бог. У тебя Бог. У тебя Бог. Будет срабатываться эффект бумеранга. То, что хотели против тебя, это будет против них самих. Стой на слове Божьем. Мы не вызважаем проклятие. Мы не вызываем проклятие. Нет. 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 Не. Но. Бибель говорит. Бибель дикла, что все против тебя. Все против тебя. Не будет ни успешных. Нет. И Бог говорит. И он говорит так. Ты старается. Ты тыolarишься. Ты стараешься. Ты стараешься. Это ты решил. Ты решил сделать. Аминь. Возьми это слово в твою жизнь. Праздь это слово в твою судьбу. Праздь это слово в твою жизнь. Праздь это слово в твою жизнь. То, что ты атаковал, твою жизнь, какие-то вещи, не обязательно люди. Это могут быть по вере. Верь Богу, что тебе никто зло не сделает. Никто. Крой в то, что Господь говорит, что никто не сделает тебе зло. Аминь. Никто тебе зло не сделает. По крайней мере, о себе я говорю. Меня никто зло не сделает. Никто не сможет мне зло crustь. Не потому что я супермен. Нет. Это просто я говорю об этом, потому что я исправил겠어요, который Бог мне дал. Я это просто утверждаю. Не потому что меня невозможно зло сделать. не могут делать делать они будут好好 но я посмотрю мне больше не думаю донучание и еще не Alien пять лет лет я себя занимped� я не знаю пять лет яονол�usa не ожидала ешно я себе как я baptism который то consistently 친구들 Environmental бухгал москоб поэтому твоим врагам вот почему ты追 underworld And we have the way your enemy, your enemy, it's just called the word the Lord, I proclaim the word of God, который не может оставаться в тебе, он не будет ни сих пор, в моей жизни будут спасти, они будут продолжать, они будут спасти в землю, так говорит Господь. это Señor говорит, ты знаешь, который ты принесешь, который ты воскресаешь из тебя, как ты был, ты уже сказал, Ты должен знать об этом. Бог с тобой. Он говорит, я с тобой, я с тобой и никто. Никто это никто. Какая разница с тобой? Это никто. Le Seigneur dit, moi, я с тобой с тобой. Person, personne, veut dire, personne не может te faire du mal. Бери это. Ты должен взять это для себя. Праздник это для меня. Никто меня зло не сделает. Никто, моим детям, зло не сделает. Никто, моим детям, никто не сделает. А в школе, никто не сделает. Никто, никто не сделает. Никто, никто не сделает. Стой на этом. Ты должен demeurer с этой пароль. Бери это. Стой на этом. Демерс на это. Бог на твоей стороне. 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 О, Бог на твоей стороне. О, Бог на твоей стороне. О Бог, на твоей стороне! О Бог, на твоей стороне! О Бог, на твоей стороне! Впрочем, это все, что вы живете здесь и живете здесь. Просто не могу говорить. В Терезаконе 24. В Терезаконе 24, Ибо Господь Бог, ваш, идет с вами чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Аминь! Аминь! Дай Богу славу! Написано. Господь Бог, ваш, идет с вами! Церковь, слово жизни! Бог наш, наш Бог, он идет с нами! Твой Бог! Говори мне Аминь! Мне нужен ваш Аминь! Где Аминь? Слово жизни! Бог, ваш Бог с вами! Он идет с вами! Но не вы будете сражаться! Он сражается с вами! Ибо Господь Бог, ваш, идет с вами! Он идет критикал, что ваш, идет с вами! Он идет с вами! Чтобы сразиться за вас! Чтобы сражаться за вас! С врагами вашими! И спасите вас! И вы с вами! О! Вы живете в такой момент, когда в доме, в Африке, там, вы знаете, район против района, там, ты в этом районе и ты должен искать девушку с другого района, не знакомиться, не встречаться, ничего! И иногда, ты идешь сам! Ты не стоишь, ты боже мой, ты там, ты человек, ты байс, все! И иногда, у тебя брат старши, у тебя такие muscles, вы знаете, и ты… в курсе откуда? В курсе откуда? В курсе откуда? В Áфрике, ты живешь в одном, в другом городе и ты любишь ее женщине, и ты выберешь ее женщине, и ты будешь разбирать ту ребенку, и ты не видел, ты друг с ними! Повторога твоя другая пара! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 Иисус на троне. Иисус на троне. Это означает, все под Его контролем. Он все контролирует. Эта церковь, она христоцентричная. Наши проповеди, они христоцентричны. У нас в церкви Христос является просто, ну, как сказать, но все вокруг Христа. Потому что именно Он умирал за нас. Потому что это Он умирал за нас. Никто не умирал за тебя. Я за тебя не умирал. И не собираюсь. Я могу тебя любить, но пока не собираюсь. Но Он... Скажешь, «Oh, пастор, вот теперь твое настоящее лицо». «Oh, пастор, вот теперь твой настоящий лицо». «Я все сделаю, побегу, все, все, но умирать, извини, жить хочу». «Охота». «А ты не духовнее меня, не обманывай». «Иисус Христос умирал за тебя». «Jес rectаowych фoonкл деймоди». Иисус в 표현е и заверения. «Он умирал за меня». «Иисус пуслин. Твоя жизнь». Все это пройдет, оно пройдет, сколько мы проживем, на 80, сколько там больше крепостей, оно мы оставим, оно уйдет, все это. В этом году, это все это пройдет, есть вечность, 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 Если нужно, пострадай. Но ожидай от Бога. Не продавай. Потом Исаф долго плакал. Исаф плакал. Отец, неужели у тебя больше нет благословения? Неужели, ну хоть что-нибудь делай для меня, отец? За чечевичную поклубку он продал свою перевороску. Он продал свой дно для чего-то эфемер. У него есть небольшое мущество. Он ему дали. Он не должен быть виноватом, потому что он не хочет. 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 Исаф плакал. Папа, что-то не хочет. Бейте-папа. Что-то должно быть. Не слушай. Слушай. Ты будешь. Ты идешь. Если ты искрин. Ты говоришь. Я честно, если ты искренне будешь с Богом, я не знаю, как ты можешь жить спокойно без Бога. Если человек искренне был с Богом, и он живет человеку, у меня церковь не нужна, мне, у меня есть вопросы. Чем ты заполнишь эту пустоту, эту духовную? Чем ты заполнишь? Чем я заполню это, но ничем? Бог любит нас. Бог любит тебя. Бог любит меня. Бог любит свою церковь. Мы с тобой частью этой церкви. Это наша с тобой церковь. И мы идем вместе с Богом. Скажу, не бойтесь. Амин. Слава Богу. Дайте Богу большое славу. Аклама. 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 Даже это слово, видите, даже как я оделся? Потому что это очень пророчество. Я оделся в свою одежду священника. В этом одежде меня рукополагали. Я обея. Я обея. Я обея. Я обея. Это очень важное собрание. Это пророческое собрание. Это пророческое собрание. Я эту одежду не каждый день ношу. Но для этого собрания я должен быть ее одеть. Пастор, если ты веришь в магию, твоя одежда нет. Нет. Я знаю, что сегодня я должен быть в моем священническом одежде. Амин. Слава Богу. Давайте встанем, братья и сестры. Сейчас будем принимать участие в вечере Господне. Мы услышали слово. Мы услышали слово. Я собираюсь в церковь, братья и сестры. Я батрю мою египет, и все же мертвы не проведут по ней. Не боюсь. Не кричься, не говори. Не тянусь, не говори. Я с тобой. Я с тобой. И никто не сделает ничего. Я много людей в этой стране. Я создаю церковь мою врата Адания Далею. Мы вместе. Мы тело Христа. Этот хлеб. Это его тело. Это тело Христа. Это тело Христа. Это тело Иисуса Христа. Это тело Иисуса Христа. Когда мы вкушаем, мы говорим о своем единстве. Когда мы берем нашу тело, мы проclамаем уничтожение. О нашем единстве друг с другом и также с Богом. Мы проclамаем нашу единство друг с друг с другом и с друг с другом. Послушайте. В единстве есть огромная сила. В единстве есть мощная сила. В единстве есть мощная сила. Единство. В единстве. Даже людей. Даже грешников. В пешке. Вавилонской башне. Обратили внимание Бога. А что они были единственными. И в одном языке Бог говорит, не, не, я пойду, посмотрю. Что там творится такое? Церковь. Нам нужно работать, чтобы быть едиными. Мы должны трудиться ради единства. Мы должны работать ради единства. Ради единства церкви. Чтобы л'Eglise soit уни. Не потому что кому-то это от нас. Мы не пастору, это классическое единство. Потому что я хочу, чтобы Бог обратил внимание на эту церковь. Потому что мы хотим, чтобы Бог обратил внимание на нас. Это все, что мы хотим, что Бог обратил внимание на нас. Почему мы не трудимся для единства? Рядом с тобой идет твой брат Это твоя сестра Это не демон Это не враг Это брат Это сестра Заметь, у него крылья нет уже сзади Значит, он ошибается Как и ты ошибаешься Как и я ошибаюсь Мы все ошибаемся Но мы можем быть едиными Потому что наше единство Не вокруг наших добрых дел Наше единство Вокруг Христа Наша единство Вокруг Христа Давайте будем ценить эту церковь Давайте будем дорожить Иисус умирал на кресте Чтобы мы были едины Чтобы мы имели единство Чтобы мы имели единство Все, что тебя или меня Уводит от единства Это демони, это бесы Бог работает в единстве Бог работает в единстве И Бог работает в команде Даже сам Бог Отец, Сын и Дух Святой Только мы верующие Хотим быть просто отделенными верующими Я один верующий Я особенный У меня особенное помазание Я особенный Особенное призвание Какое это призвание У тебя такое Мы отчасти знаем И то, если знаем Мы отчасти знаем И то, если знаем Мы нужны друг друга Мы нужны друг друга Церковь с Своей Жизни Мы пойдем дальше У нас есть Бог У нас есть Бог. У нас Иисус Христос. Оставляйте то, что говорят, плохое, оставляй это. Не обращай внимания. Скоро об этом цели пропадают, идиот, книгу Нейми. Я вам расскажу больше. Оставляйте, пусть говорят. Сенавала, парень, они приходили, говорили, говорили. В конце концов, стена была восстановлена. Пусть говорят, пусть говорят, пусть делают, ты займись делом, делом благовествования, делом нашего Отца, аминь, аминь, аминь. Давайте будем молиться за этот хлеб. Пусть истинный свет ведет меня. Спасибо. Пусть истинный свет в этом снаре, чтобы вы увидели.